Братья, Богу есть мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есть те, По благодати Божией данней мне, Яко премудр архитекта на основание положих, Инс же назидает, ижда же доблюдет, как он назидает, Основание бойнага никто же может положить, и пачели жащего, и же есть Иисус Христос, Ащели кто назидает на основании сем, злато, сребро, камень и чесное, дрова, сено, тростие, Кого же дело явлено будет, день боявит, за не огнем открывается, И кого же дело, я кого же есть, огни скусит, И его же ащи дело прибудет, его же нас да мзду приемлет, А его же дело сгорит, отщитится, сам же спасется, такожде яко же огнем, Невести ли, яко храм Божий есть те, и Дух Божий живет в вас, Ащи кто Божий храм растлит, растлит сегу Бог, Храм Бо Божий свят есть, и же есть те вы. Во время Оно, понуди Иисус, ученики Своя, Влезьте в корабль и варите его на Оном полу, Донде же отпустит народы, И отпустив народы, взыдя на гору, Един помолитесь, а поздя же бывшу, Един бету, корабль же бе посреди моря, Влаясья волнами, бе-бо противен ветер, Четвертую же стражу ночи, Иди к ним Иисус, ходя по морю, И видевши его ученицы по морю, Ходяща, смутишася глаголюще, Яко призрак есть, от страха его запиша, А без речей им Иисус глаголя, Дерзайте, а съесть не бойтесь, Отвещав же Петер рече, Господи, ащи ты си повели мне, Прийти к тебе по водам, Он же рече, прийти. Из леса, с корабля Петер, Хождаше по водам, Прийти ко Иисусовей, Видя же ветер крепок убояся, И на чену топать его запи глаголя, Господи, спаси мя. И обе Иисус простер руку яд Его, И глагола Ему, маловерие, Почто усумнелся и си, И влез же моим в корабль, Приста ветер. Сущий же в корабри пришедший, Поклонившийся Ему глаголюще, Воистину Божий Сын Еси, И пришедший, Приидоша в землю Геницарескую. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, С воскресным днем, дорогие братья и сестры, Сегодня мы с вами слышали Евангельское чтение, В котором Господь Идет по морю Навстречу Своим ученикам, Спасает утопающего Петра, Но перед этим Было Евангелие, В котором Говорилось прошлое воскресное, О том, как Господь насытил 5000 человек Пятью хлебами, двумя рыбами, И вот, когда Господь Совершил чудо насыщения, То Он Сказал ученикам, Чтобы они отправились, Сели в лодку, Отправились На противоположный берег Галилейского озера, И вот в Евангелии сказано, Что Христос остался, Отпустил народ И остался один, Уединился, Чтобы помолиться, Таким образом, Мы видим, Что Христос Часто уединяется, Остается в одиночестве, Особенно молится в ночное время, Совершает общение Со Своим Небесным Отцом, Но кроме того, Конечно, Когда совершилось Чудо насыщения, То многие люди Хотели во Христе Уже видеть такого земного царя, То есть хотели, Чтобы постоянно Был у них такой вождь, Царь, Который бы питал, Насыщал, Чтобы было изобилие Среди израильского народа, И вот чтобы Уклониться от этой Человеческой славы, Чтобы не привлекать Себе внимания, Чтобы не понимали Ложно Миссию Христа, Вот Господь уединяется, И вот, Когда наступает ночь, Что ученики, Они отправляются На лодке по морю, И вот в ночное время Начинается буря, То есть дует встречный ветер, Начинается шторм, Ученики, Хотя в основном Все это ученики были рыбаки, Искусные мореплаватели, Но они не могут справиться С этой стихией водной, И вот они видят, Как по воде, По морю идет Христос, Они, конечно, Ужасаются, Они кричат, Что это призрак, А Господь им говорит, Не бойтесь, Это Я, Дерзайте, Это Я. И вот в сегодняшнем, Как раз, Евангелии, На церковнославянском языке, Было, Звучало такое, Ас есм, Не бойтесь, То есть, Вот это ключевое слово, Где Господь не просто, Знаете, Констатирует такое свое, Как бы дает им успокоение, Что вот успокойтесь, Но в этом имени, И вхождении по водам, Господь свидетельствует О своем божественном достоинстве, То есть, Господь показывает, Что он является Сыном Божиим, Что он является не просто Мессией там, Или Учителем, Но он является Богом, Который управляет И природными стихиями. И вот это имя, Ас есм, Оно, конечно, важно, Потому что, Мы знаем, Что Господь открывает имя В священном писании Свое имя Моисею, При Аниполимой Купине, Когда говорит, Мое имя, Ас есм, сущий. Но это имя Бога, Оно было священно, То есть, Его не смели называть, Не ерзали называть иудеи, Только первосвященник мог Раз в году Называть это имя, Вы святая святых. Поэтому было такое понятие, Как имя заменитель, То есть, Вместо этого имени Называли Бога Господь, Адонай по-семитски, Или по-гречески, Кириус, Или по-церковнославянски, Господь. Вот так обращались. Но здесь, Как раз, Христос Называет себя Именно Богом. Именно Богом. И вот, Кстати, Вот в Священном Писании, Ветхом Завете, Пророк Исаия, Он также, Господь через него Открывает имя Бога, Говорит народу, Что Я, Есмь, Прежде меня не было Бога, И после меня не будет. Я ваш Бог, Я ваш Спаситель. Это еще Пророк Исаия Говорится о том, Что имя Бога Есть Ас, Есть Мсущий. И вот Петр, Один из самых таких Пламенных, Ревностных учеников, Опять показывает Свою такую эмоциональность, Порывистость, Любовь. И он говорит, Если ты не призрак, То есть он еще сомневается, Может, это призрак, То повели и мне Пойти по водам. И вот Христос ему говорит, Иди. В этом, кстати, Вот отрывке тоже Характеризуется Петр, Личность Петра, Потому что похожее, Похожее такое вот Действие было Со стороны Петра, Когда уже Христос воскрес. Помните одно Из воскресных Евангелий, Когда Господь На берегу стоит. И вот ученики Во время ловления рыбы, Они видят На берегу Христа Воскресшего. И когда Они понимают, Что это Христос, То тот Петр, Единственный из учеников, Он не дожидается, Пока они доплывут до берега, Он прыгает из лодки, Припоясывается, Потому что был наг, И плывет навстречу Христу. Или когда Жены Мироносицы Пришли Ко гробу И не обрели Там тело Христа, То они пришли К ученикам И сказали, Что нет Христа там. И кто первый? Петр первый, Он прорывается И бежит К месту погребения Спасителя. То есть, Вот тут тоже Опять же Показана Личность Петра. И вот он Идет по морю. То есть, Христос говорит Иди. И вот этим словом Божественным Повелением Петр начинает идти. Но потом Что случается? Петр Начинает задумываться, Начинает смотреть вниз, Видит вокруг него Такая стихия, Буря, Сомневается уже И начинает тонуть. И вот здесь Петр уже взывает К Господу Господи, Спаси меня. А Христос Ему говорит Маловерный, Зачем ты усомнился? Зачем ты стал сомневаться? И, конечно, Христос протягивает Руку Петру И спасает его. Здесь тоже Таких два важных Момента. Вот то, Что Петр Смог пойти, Это, конечно, И его вера В то, Что Христос Вот может Дать ему Такую силу. А с другой стороны, Конечно, Мы понимаем, Что если бы Христос не сказал Иди, Если бы не было Божьего Благословения, Божьей вот этой силы, То, конечно, Петр бы не смог Совершить это чудо Хождение по водам. Это, кстати, В нашей жизни Тоже очень важно, Потому что мы Понимаем, Что, да, Мы сами должны Что-то делать, Мы должны прилагать усилия, Проявлять свою волю, Но если Бог Нам не скажет, Вот иди, Да, Если не благослови, То ничего не будет. Но и без нашего Произволения, Без нашей тоже силы, Без нашего, Без нашей веры Невозможно нам Тоже совершить Что-то доброе. И вот, Когда Христос Входит в лодку Вместе с Петром, То буря угасает, То есть, Становится штиль, И здесь вот ученики, Они все падают Ниц и преклоняются Перед Господом. Ну, Мы должны понимать, Что, наверное, Это была не лодка, Возможно, Это был корабль, Более крупное судно, Рыболовецкое. И вот ученики падают Ниц и исповедуют Христа, Ты воистину Сын Божий. То есть, Признают во Христе Сына Божьего. Здесь тоже важный момент, Потому что В Ветхом Завете Также называли Называли Сынами Божьими Кого? Народ израильский. Называли Сынами Божьими Ангелов, Царей. А вот в Новом Завете Только Христа Называли Сыном Божиим. И вот Буря Утихла, И они Благополучно Пристали к берегу. Вот такое Сегодняшнее Евангелие, Которое дает нам Пищу для Также размышления. Конечно, Оно такое живописное, Красивое, Но мы Должны понимать, Что Евангелие, Оно должно Применяться В нашей жизни. То есть, Что к нам, Какое может быть К нам Это К нам Смысловое Значение Этого Евангелия. И здесь Конечно, Важно Понимать, Что вот Если проводить Такую Аналогию, То мы С вами Люди Верующие Тоже Внимаем Христу. Вот первые Наши шаги В церкви Это, Конечно, Восхищение. Это мы С вами Купаемся В этой Благодати. У нас Все Получается, У нас Все Хорошо, Мы В радости Находимся. Но вот Наступает Момент, Когда Господь Нам Говорит, Что нужно Оставить Берег И Понуждает Отойти. То есть, Вот как В сегодняшнем Евангелии Он Нудит Учеников Отойти От себя. Они Не хотят Оставлять Христа, Но Господь Говорит, Надо вам Плыть Самим. Так и В нашей Духовной Жизни Тоже Наступает Тот момент, Когда нам Нужно Плыть Самим. То есть, Нужно Как-то Учиться Духовной Жизни. То есть, Мы сначала Питались Таким Молоком, А потом Господь По себе Нам дает Твердую Пищу, Чтоб Мы Становились Искусными Христианами, Чтоб Мы Стремились К Какому-то Совершенству. А это Совершенство Только возможно, Если есть Какие-то Бури, Если есть Искушения. И вот Эти бури, Это Возможно Внешние Какие-то Обстоятельства Мы понимаем, Да, Болезни, Предательства, Непонимания, Осуждения И так далее. Это могут быть И бури В нашей Внутренней Это Сомнения, Тоже Маловерие, Скорбь, Тоска И так далее. Но мы Должны Понимать, Что в этой Буре Господь Нас Не оставляет. То есть, Не оставил Нас Бог. А наоборот Нам дает Возможность, Чтобы мы С вами Укрепились В вере. И как раз Должны Понимать, Что вера Она не Дает гарантии Нам от бурь. То есть, Бури будут, А то бывает так, Что люди, Вот кажется, Я верую, Я пришел в церковь, Причащаюсь, А вот Что-то как-то Все не клеится, Что какие-то Неприятности Меня постигают. То есть, Я нахожусь В этом эпицентре Каких-то бурь, И мы должны Понимать, Что именно Если мы Обращаемся К Христу, То как раз Во время бури И к нам Приближается Господь. Как раз Он именно Близко к нам Во время таких Бурь, Но важно С нашей стороны Обращаться К Господу. Не унывать, Не думать, Что Бог нас оставил. Не смотреть, Как Петр Под ноги И сомневаться. Тогда мы, Конечно, Начнем тонуть сразу. И бывает, Мы тонем. И Господь Все равно Нас не оставляет. Протягивает Нам свою руку. И здесь Очень важно Нам вот Молиться, Молиться, Просить у Бога Помощи, Силы. Понимать, Что для нас Наша лодка Вот в этой Житейской буре, Это церковь. Вот мы сюда приходим, Здесь мы в тишине. Как вот Христос Вошел в лодку, Вот в церковь, И там сразу Наступила тишина, Буря угасла. Таки мы Приходим в храм. Здесь Такой духовный азис. Здесь мы в тишине, В благодати. Но потом Господь говорит, Что надо вам И немножко И пройти Какие-то испытания, Какой-то искус Пройти В нашей жизни, Чтобы мы Могли Быть более стойкими Христианами, Чтобы мы должны И кого-то другого Научить, Как нужно себя вести, Как нужно Действовать во время Таких вот бур Житейских, Внутренних Или внешних. Поэтому, Вот братья и сестры, Дай Бог нам, Слушая, Внимаясь Сегодняшнему Евангелию Стараться Идти за Христом, Молиться Христу, Верить в то, Что Христос, Какие бы ни были Бори, Какие бы ни были Бури, Нашествия, Нападения, Он всегда с нами. Аминь. Аминь.